Детский городок появился в 12 микрорайоне более 30 лет назад. Несколько поколений выросло на этой игровой площадке. Местные жители своими силами поддерживали здесь порядок, ежегодно белили сооружения и ухаживали за прилегающей территорией. Однако со временем городок обветшал и начал разрушаться. За его восстановление взялись местные активисты. Инициативу поддержал глава города и местные депутаты. Так небольшой ремонт перерос в большой проект по восстановлению местной достопримечательности. Все это сделать в едином комплексе. И исторически можем сохранить еще для наших детей, внуков. Она будет действовать и работать. Сколько ей лет вы говорите? С 30 с чем-то лет ей уже. Мы сделаем еще 30 просто. Нет, мы сделаем, чтобы 50 стояло. Поэтому давайте займемся. По поручению Юрия Полякова была разработана документация по ремонту объекта. А затем за дело взялись специалисты ремстроя. Сначала с городка были сняты все поврежденные элементы. Затем он был заново оштукатурен и выкрашен. Облагородили и прилегающую территорию. Вместо старой разбитой плитки уложили новую. Заменили сломанные скамейки и урны. Большую помощь оказали депутаты Елена Некрасова, Игорь Филимонов и Леонид Краснорудский. Они помогали в приобретении строительных и отделочных материалов. Посильную помощь оказывали и местные жители. И вот этот день настал. Любимый жителями городок обрел вторую жизнь. Это как раз пример замечательной совместной работы общественности, активистов, депутатов, а также властей города. Таких проектов, я уверен, будет все больше в нашем замечательном городе-курорте. Большое спасибо, уважаемые представители городской администрации. Без вас мы бы никогда не справились. На самом деле это было настолько неожиданно и приятно, что пришли к нам на помощь. Просто нам дать зеленый свет в такой сложной, серьезной работе. Сколько я работал в добровольческих бюджетах, такого у меня еще не было никогда. В знак благодарности самые маленькие жители микрорайона вручили всем, кто участвовал в реализации проекта, подарки, сделанные своими руками. Ремонт этого городка – наглядный пример того, как, объединившись, можно решать любые задачи. Есть работы, которые мы могли сделать самостоятельно, покрасить, подмести, убраться. А была сложная мужская физическая работа, которую просто не специалист не мог выполнить. Поэтому мы очень благодарны за то, что эта работа была проведена, за то, что нам дали такую мощную поддержку. Это было на самом деле круто, когда вот такой вот маленький добровольческий инициативный проект вырос в реально проект городского масштаба. Я считаю это круто. Я очень рада, что сейчас этот городок просто начал вторую жизнь благодаря нашей команде. И мы, кстати, тоже с дочкой 6 лет принимали участие, шпаклевали вот эту стенку. После торжественной части для юных жителей 12-го микрорайона был организован большой праздник с конкурсами и викторинами. Руслан Душевский. Анапа. Регион.